Деревня Дунина, Одинцовский район. Суровая зимой 41-го. Здесь вдоль берега Москва-реки проходит последний рубеж обороны столицы. В 2005-м в память о погибших воинах и жителях в деревне появляется часовня Архангела Михаила. Яна Макарова, это Азы Православия. Смотрите сегодня в программе. Здесь была война. История часовни Архангела Михаила. Спускаемся в окопы. Реконструкция оборонительных сооружений в Дунино. Дорога к роднику. Источник Иоанна Пертечи или неизвестная Рублевка. Рублевка. Здесь, среди бесконечных высоких заборов и дорогих особняков, сохранилось потаенное место с очень сильной энергетикой. Деревня Дунина. В ней – часовня Архангела Михаила. Ее настоятель – отец Алексей, а бессменная хозяйка – монахиня Матушка Варвара. Часовня стоит в Овраге, где в 41-м погибли Боря и Шура Панфиловы. Брат и сестра стали первыми жертвами среди мирного населения деревни. А вообще в этих местах полегло много людей. Поскольку архистротик, Михаил, архистротик – это как бы вот руководитель воинства небесного, который помогает воинам, который защищает и в духовной брани. И вот именно в связи с тем, что брань здесь происходила такая во время войны, в связи с тем, что были жертвы, о которых все помнили, и решили именно в честерке стратега Михаила эту часовню здесь построить. И еще удивительным образом человек, который пожертвовал на значительные средства, чтобы строительство это начать, его тоже звали Михаил. С Михаилом связана история – счастливая и грустная одновременно. Он привез с Афона в строящуюся часовню три иконы – архангела Михаила, Георгия Победоносца и Иверской Божьей Матери. Именно ей суждено было стать местной святыней. Он молился о том, чтобы у него родился ребенок. Он же был не таким молодым человеком, и обстоятельства так складывались, что у них с супругой не было детей. И вот он молился, потом он отправился на Афон, заказал эту икону и привез ее сюда, в Дунино, и удивительным образом у них родился ребенок. Иконы написали монахи с кита святой Анны. Сначала они отказывались, ссылаясь на занятость, но один старец приказал отложить им все дела и написать иконы для Михаила. Это удивило очень монахов. И они на лузге Иверской иконы прямо написали, что благословение отца Иоанна, потому что такого не бывало у них. Он вышел, затвор свой нарушил и благословил. Сказал, он к вам больше сюда не приедет. В Дунино. Он спросил, куда в Дунино? Напишите. И по его благословению писали именно сюда. Михаил действительно больше не приехал на Афон. Он вскоре умер, но все же успел увидеть, как растет его сын. Это вот было такое чудо, с которого, собственно, здесь все начиналось. И надо сказать, что в течение всего времени, пока вот эта икона у нас здесь находится в часовне, люди приходят, молятся. И есть случаи, когда действительно Бог посылает бездетным родителям чадом. И мы эти случаи записываем. Часовня небольшая, очень уютная, двухэтажная. Верхний ярус деревянный. В крипте, нижней части часовни, совершаются божественные литургии. Каждый раз, когда мы здесь совершаем служение, мы поминаем и воинов, которые защищали Москву, и жителей наших сел, которые здесь погибли, или которые несли все тяготы нахождения в тылу и помощи фронту. Путь в крипту лежит через место, которое дорого каждому жителю Дунина. На внешней стене часовни помещены фотографии их родственников, погибших и воевавших в годы войны. Бессмертный батальон. Здесь эта акция началась задолго до того, как она стала всероссийской. Главное, что это не было каким-то таким организованным событием. Просто люди приносили фотографии, чтобы молились и поминали. А когда эта акция «Бессмертный полк» стала уже набирать, так сказать, размах, и просто решили здесь сделать памятную экспозицию. И вот если, скажем, допустим, в Москве на День Победы люди несут фотографии, а здесь у нас в течение всего года их можно видеть. В Руненках Иван Егорыч. Вот он в пилотке, молодой, только что вернулся с фронта. Иван Егорыч недавно умер, но память о войне всегда была. Когда мы на 9 мая устраивали праздники, я говорю, Иван Егорыч, ну оденьте свои ордена, медали. Да зачем? Да чего ее вспоминать в войну? Он не хотел этого вспоминать. И вот такой чести, да, такой чести они не хотели. Они это после их смерти принесли. Свои подвиги как-то, так сказать, афишировать. Нет, нет, не хотели. В деревне Дунино после войны жил Михаил Пришвин. В его даче сейчас находится музей. Это уникальное место. Мы посетим его в следующей передаче. Благодаря жене писателя, Валерии Дмитриевне, глубоко верующему человеку, Дунино превратилось в настоящий духовный центр для жителей деревни и интеллигенции. Пришвин, когда здесь поселился, то многие возвращались с войны. И Иван Лаптев рассказывал ему о том, как братались там на фронте с американской стороной. И говорил, что американцы вот очень, говорит, что вот они получили премию, там золотой портсигар дало начальство. А что ты, Ваня, получил? Иван просто растерялся. Он за родину воевал. А что он получил? Непонятно, что он получил. И Пришвин говорит, Ваня, не расстраивайся. Дунино на месте. Избушка твоя на месте. Папа, мама живы. Вот и родина. Все нормально. Но Ваня был умнее, чем я предполагал. И сказал мне, знаешь, Михалыч, я понимаю, золото. Но зачем за золото воевать? Какая ужасная война. Замечательные слова. Потому что, конечно, вот проходят годы, и даже такие святые вещи, как, скажем, подвиг воинов или женщин в тылу, да, превращаются в каком-то смысле в политику. Превращаются в идеологию. Пускай даже в хорошую идеологию. Но выхолощивается, понимаете, это духовное содержание, реальные жизни. Потому что война всегда – это трагедия. Да, какой бы справедливой и героической она бы не была. В памяти погибших здесь часто бьют в колокол. Поминают не только своих, но и иноверцев. Нижний ярус часовни каменный. Он сделан в греческом стиле. Архитекторы спроектировали храм совершенно бесплатно. Сделали аркаду. Позже в ней появились витрины с военными артефактами. Очень хорошо, что эти военные реликвии, они все выставлены. Они ведь были обнаружены здесь просто при производстве работ. Витрины, подсветку делали прихожане. Какие-то находки отдал храму поисковый отряд, который вел поблизости раскопки. Вдоль Москва-реки шло много боев. Здесь вот и лента пулемета «Максим». Надо сказать, что этот пулемет применялся. И в 1945 году, когда был парад на Красной площади, там отдельно прошли тачанки с пулеметом «Максим». Почти в каждом доме стояли у нас здесь лошади. И конюшни были прямо устроены в домах, потому что вся артиллерия была натяглой лошадиной силе. Лошади тащили, подвозили снаряды. И поэтому здесь даже есть и подковы, и усы настоящие того периода. Также от немецкого ботинка, немецкого солдата подковку выкопали. Тоже о многом говорит. И хвостики бомбы, мин калибра 500 мм, вот эти вот хвостики, это выкопано на огородах прямо в деревне Дунино. То есть здесь шла война, и жители об этом помнят, и сохранили эту память даже вот в виде музея. В марте 1941 года для опознания погибших и раненых бойцов были введены специальные медальоны. В них вкладывались записки с личными данными бойцов, но многие солдаты их не заполняли, потому что считали плохой приметой. Заполнишь – непременно погибнешь. В Аркаде находится вход в нижнюю часть храма. Она небольшая, с открытым алтарем и множеством икон. Много людей приходит, особенно летом, в течение всего дня организовано дежурство, присутствие, поэтому люди имеют возможность пообщаться, получить какие-то сведения о вере, ну а также узнать об этом крае, о всех тех событиях, которые здесь происходили. И поэтому очень-очень как-то люди тянутся вот сюда. И многие, например, возвращаются, жертвуют иконы. Фактически все иконы так или иначе пожертвованы вот самыми разными людьми, и все здесь они находятся. Люди спасали иконы, берегли. Некоторые на чердаках в деревне Дунина. Некоторые спасали иконы в шкафах, потому что было опасно. Ну это по всей стране, особенно на севере, да. И нам потом дарили. Крест такой формы считается грузинским крестом, крестом Святой Нины. Потому что Святая Нина по преданию босиком из Иерусалима пришла в Грузию, вернулась в Грузию, чтобы там проповедовать и крестить. И вот она шла босиком и опиралась на такой вот посох, сделанный из лозы, по-моему, виноградной, да. Поэтому, видите, неровная вот эта вот перекладинка, да. И сейчас вот в Грузии почитается именно такой формы крест, как крест Святой Нины, равнопостольной просветительнице Грузии. Расписание богослужений в Дунинской часовне можно найти в интернете. В этом храме всегда тебя ждут. Вот здесь такое потаенное, такое тихое место, где можно помолиться, вот, подумать о смысле жизни. Я сюда приезжаю из Москвы, просто вот побыть, отдохнуть. Такая прекрасная природа. Все такое, все добрые, хорошие люди сюда приходят. Ты просто отдыхаешь душой. Действительно, отдыхаешь и чувствуешь себя как дома. Отец Алексей уехал по делам в Аксинина, а мы с матушкой сели пить чай, чтобы согреться и подкрепиться, ведь еще многое предстояло увидеть. Недалеко находится деревенское кладбище, а возле него, на дороге, стоит поклонный крест. На Руси такие кресты ставились в особенных местах, в память о каком-нибудь земном событии, в благодарность Богу. Они напоминали людям, что здесь святое место, в данном случае кладбище. Горит лампадочка, постоянно она горит. И в ночи ее видно, иконку Божьей Матери. Жители поддерживают всегда здесь святой огонек. И путник, идущий по дороге, видит, что здесь святое местечко. Можно пройти, поклониться, перекреститься и помолиться. Семнадцатилетние Боря и Шура Панфиловы были первыми, кого похоронили на этом кладбище. Совсем еще дети. Они приходились племянниками, председателю Дунинского колхоза. Они ждали маму, которая шла из Венигорода по дороге беженцев. И вышли во враг, где сейчас стоит храм. Они вышли, но еще не знали, как ориентироваться, знаете, на военной местности. И когда полетели осколки, все легли, а дети остались стоять. И были убиты. Рядом с Борей и Шурой братская могила неизвестных солдат. Их останки случайно нашли на Дунинском кладбище уже в наше время. И захоронили в одном месте. По солдатским, обуви солдатской того периода, по ремню красноармейскому, по таким деталям эксперты военные сказали, что это настоящие, так сказать, воинские останки 41-го года. И были все воинские почести. Гимн Советского Союза, салют был, воины произвели. И медленно двигались от храма, где было отпевание, сюда большая колонна. И так произошло здесь захоронение воинов. Как правило, в братских могилах похоронено намного больше солдат, чем указывали на памятниках. Далеко не у каждого были документы. До сих пор поля Подмосковья, где шла битва. Это деревня Грязь, Козина, Иславская, и Оксинина. Вот эти огромные поля, полицы. Они засеяны косточками солдатиков, этих ребят, которые тут погибали. Нам нужно с большим вниманием относиться к нашим полям, потому что они таят еще останки воинов. Здесь лежат те, кто погиб в бою, умер в госпитале. На кладбище было много солдатских могил, но, к сожалению, большинство из них не сохранились, сравнялись с землей. Потому что как хоронили? Хоронили, конечно, женщины и дети. Декабрь 41-го года, январь-февраль 42-го, да? То есть что они могли отколотить с земли? Хоть чуть-чуть прикрыть землей? И какая судьба дальше этих могил? Вот пока что это неизвестно. Но, видимо, они будут найдены. Молитва продолжается о них, об их упокоении. Местные вспоминают, что раньше за солдатскими могилками ухаживала бабушка Варвара. Она сама в войну потеряла двоих сыновей. Каждое воскресенье она брала хлебушка и конфет и шла сюда на Дунинское кладбище поминать воинов. Было, знаете, такие 30 воинов, похоронены вдоль дороги. Здесь, на Дунинском кладбище. Потом было утрачено это место. То есть земля еще таит здесь воинов. И она посыпала хлебушек и конфеточки и говорила следующее, что где ее сыны похоронены, она не знает безымянной могилки. Но там кто-то позаботится. А здесь она за других сыночков позаботится. Возле часовни энтузиасты из поискового отряда создали точную реконструкцию оборонительных сооружений осени 41-го. Здесь шли ожесточенные бои с фашистами, пытавшимися преодолеть Москву-реку и подойти к столице. Вот перед нами такой противотанковый еж периода обороны Москвы, декабрь 41-го года. Этот еж во время войны против танков устанавливался. Танк, если наезжал на еж, то процарапливалась и днища танка, и танк выходил из строя. А если объезжал этот еж, то подставлял под артиллерию бок танка, незащищенный. Еж нашли в монтированном в стену старого дома в Москве. Теперь он занимает достойное место среди экспонатов Дунинского музея под открытым небом. Вот тропиночка прямо нас идет, ведет в противоосколочный пулеметный колпак. Здесь всегда много травы, цветут цветы. А это вот так вот выглядел окоп во времена войны. Да, и именно так вот по нему и ходили воины. Сейчас мы можем спокойно войти в этот подлинный военный колпак и прямо увидеть перед собой местность, как видели воины в декабре 41-го года. Пойдемте. Именно из таких колпаков вели огонь солдаты 5-й армии, защищавшие берег Москва-реки в районе деревня Дунина от фашистов. Немцы стояли напротив в деревне Грязь. Их атаки в течение дня повторялись от 10 до 15 раз. Била артиллерия. К реке враг боялся близко подходить. Реку боялись перейти, потому что они-то шли с поля, а здесь высокий берег и лес. И они правильно так и думали, что здесь, конечно, их встретят огнем. Тут спрятана в лесу артиллерия. Даже сам лес защищал этот берег. А вот на том берегу шли жестокие бои. Козина, Полицы, Ершова. Немцы рвались к Звенигороду, чтобы оттуда выйти на прямую дорогу к Москве. Именно здесь гитлеровский план окружения и захвата советской столицы потерпел полный крах. Но какой ценой? 145 тысяч солдат и офицеров погибло у немцев. 658 у нас. Очень много полегло сибиряков. Молодые парнишки приходили сюда воевать. Из Сибири их направляли. И в одной могиле нашли билет в Большой театр. Контроль не был оторван. Здесь впервые на фронтах под Москвой грянула Катюша. Немцы ее называли «Орган Сталина». Реактивные минометы били на тот берег. Враг отвечал встречным огнем. В одно из таких сражений 5 декабря 1941-го и погибли Боря и Шура Панфиловы. Они не дожили до нашего контрнаступления буквально несколько часов. На месте их гибели родственники посадили березку. А сейчас мирная жизнь. Вот мы слышим, как гремит такой металлический фон. Это дятел сидит на высоковольтной ферме и бьет свою свадебную песенку. Призывает подругу. Он бьет в рельсу. И совсем не военные звуки, а звуки очень мирные и приятные. Да, необычный такой звук. Дятел ударяет по металлу. Дятел металлист. Дунино знаменита и своим древним археологическим комплексом. Вдоль реки уходит дорожка в лес, который, казалось бы, стоит на обычных холмах. А между тем, это остатки поселений каменного, бронзового и железного веков. Селище и городище наших далеких предков. Памятниками природы считаются реликтовый лес, хорошо сохранившийся ландшафт, родники. На одном из них стоит часовня с купелью. Матушка Варвара ведет меня к ней. Сюда можно приезжать отдыхать. Здесь цветет кругом черемуха. Соловьи поют. Даже есть в музее Пришвина экскурсия ночная. Соловьиное пение. Приезжают в белые ночи слушать соловьев. Матушка знает название каждого растения и время, когда оно цветет. В день она по нескольку раз ходит к часовне, а это около километра. Пока идешь к святому родничку окунаться в купель, можно наслаждаться лесом, вот этой всей красотой. Слева наверху это музей Пришвина. Вот такой вот зеленый штакетничек. Это музей Пришвина. Пришвин часто ходил по этой тропиночке. Эта тропинка еще называется тропа Пришвина. Она ведет к родничку. Вот мы и добрались. Часовня деревянная освещена в честь Иоанна Предтечи. Она всегда открыта. Мы находимся на родничке и здесь купальня. Купаются не только в крещенскую ночь, в крещение, но и круглогодично. Приезжают из Москвы, из всех окружающих поселков. Вода освещена, погружаются и очищаются. Чувствуют большое очищение. Здесь же батюшка крестит желающих, даже детей, начиная лет с девяти. Выходя из воды, видишь икону, изображающую Христа в белых одеждах. Возле нее всегда горит лампадка. Здесь все оборудовано, лавочки есть, крючочки, где можно раздеться, помолиться. И обстановка такая прикровенная, такая, когда душа твоя наедине с Богом. Вот это очень людям нравится. и вода очищает. А в ротничке можно набрать святой воды. Источник освещен давно, 13 лет назад. У этого места есть своя легенда. Рядом санаторий Пареча, в лесу, и там был госпиталь. Один воин выглядел как уже умерший. Его притащили на берег выкопать ему могилу. И когда начали долбить, повествует народная легенда, вдруг брызнул источник и окатил этого воина. Воин ожин встал и дошел до Берлина. Вода холодная, но при этом очень вкусная. В этих местах вообще много родников. В честь архангела Михаила Параскевы Пятницы иконы живоносный источник. А это самая настоящая гильза от Катюши. Она сделана в форме поминального била. Когда держишь в руках подобные вещи, вспоминаешь, что война была на самом деле и что наш народ пережил огромную трагедию. И этот глухой поминальный звон напоминает нам о тысячах, о миллионах солдат, которые погибли, защищая нашу родину. Тихое место на берегу Москва-реки. Даже удивительно, что на Рублевке еще сохранились такие. Вокруг воссозданы окопы, блиндажи, наблюдательные пункты. А теперь мы с вами пойдем в землянку. Матушка уверенно разводит печку-буржуйку. В ее умелых руках огонь вспыхивает быстро. Вот так спасались наши воины, прятались от огня неприятеля в землянке, здесь ночевали. Спать ложились часто голодными. Наши местные жители Дунинские вспоминают, что, к сожалению, не всегда даже еда была. Ребята просили воинов, чтобы им просто сварили очистки от картошки. Ходили аж под Можайск, местные жители, там выковыривали с полей картошку, мороженую. Ее готовили, ели. Очень трудно было. То есть, как отстояли Москву, это все-таки чудо было, божье чудо. Землянки обшивали тем, что находили. Рядом была лесопилка. Солдаты брали бревна и делали накаты. Землянка наша в три наката. Сосна, сгоревшая над ней. Вы знаете эту песенку все. И здесь как раз все это можно ощутить. На столе самодельная керосиновая лампа. Сверху был фитиль. Здесь керосин вливался, поджигал, сверху фитиль. И вот такая простреленная глиза была коптилочкой. На свечечка, да? Да, как свечечка горела в землянке. Видите, здесь беспощадно победим врага, раздавим фашистскую гадину. Это старые листовки времен Отечественной войны здесь помещены. Отправляясь в Дунино, я и подумать не могла, насколько эта деревня затронет мою душу. Как хочется снова вернуться сюда, встретиться с матушкой Варварой, сходить к святому источнику, вспомнить погибших воинов. Место, в котором мы с вами сегодня побывали, полито кровью наших дедов и прадедов. Они отдали жизни за нас, своих потомков. И наш долг помнить об этом, молиться за них и быть им благодарными. Вы смотрели Азы Православия. Я Анна Макарова прощаюсь с вами. Увидимся на канале ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова